Опять я продолжаю свою презентацию, нечаянно нажала не на ту кнопку и у меня, естественно, трансляция закончилась. Вообще, конечно, по техническим делам я очень продвинутая, но вот с этим вебинаром то у меня в прошлый раз технические были неполадки, то еще что-то. В общем, я приношу свои извинения за мои три попытки. Я еще раз подожду немножечко вас, чтобы вы все собрали, чтобы уже вместе начать уже прийти к действию, чтобы начать уже практиковать технику эмоциональной свободы. Ну а пока я еще раз повторюсь, что наши меридианы, наши чакры все соединены с определенными органами, а наши органы в себе скапливают вот эти неприятные ощущения, неприятную вот эту память, как хорошую, так и плохую. Поэтому, если вы посмотрите книжечку Луизы Хейт, она объясняет, почему болят некоторые органы. Допустим, если болит печень, это говорит о том, что у человека очень много памяти злости. Там печень скапливает в себе вот эту злость, негодование. Ну, негодование, кстати, скапливает в себе мочевой пузырь. Когда идет негодование, вот такой вот frustration здесь называют это чувство. Вот когда идет негодование, тогда болит мочевой пузырь, начинаются инфекции. Так вот, нам всем не мешало бы понимать, читать свое тело, почему у нас болят те или иные органы, почему у нас те или иные проблемы эмоциональные. Так, ну вы пока собирайтесь еще побольше. Возьмите чего-нибудь вкусненького попить, поесть. Я вижу, что народ собирается очень хорошо. И всем привет. Спасибо, что вы собираетесь, спасибо, что вы меня смотрите. И давайте уже начнем. Откиньтесь на спинку вашего стульчика или кресла, где вы сидите. Приятненько, но не вложитесь. Если вы ляжете, то вы обязательно заснете. Откиньтесь. Вот, и давайте начнем. Выберите одного человека или одну ситуацию, при мысли которой или которого у вас производится моментально неприятное ощущение. Это может быть ваши сотрудники или сотрудницы, это может быть ваш босс, или может быть даже просто прохожий там что-то сказал, или вы ехали в машине, вас обрезало, и до сих пор вас тесет от такого хамства. Или может быть в прошлом у вас там, в далеком прошлом, была такая ситуация, где она до сих пор как бы откликается. И всякий раз, когда вы думаете об этом, вам становится не по себе. Можете родственников, если вам родственники какие, что причинили, можно. Но с родственниками там немножко поглубже. Спасибо, Наталья, спасибо, моя хорошая, за лайки, за сердечки ваши сладенькие. Так что вот если вы выберете родственников, то там немножечко нужно будет поглубже копать и чистить. Но ничего страшного, вы просто мне дайте знать, если у вас вы работаете с родственником, я тогда немножко эту технику расширю, чтобы вы могли до конца проработать эту ситуацию со своими родственниками. Хорошо, ну, выбирайте одного человека или одну ситуацию, при мысли которой или которого вам становится очень нехорошо, неприятно, вызывает злость или печаль, негодование или стыд, может быть, вам стыдно, что так произошло. Выбирайте. И теперь по шкале от 0 до 10 определите, какая у вас цифра, насколько... Спасибо, Мария, спасибо, моя хорошая. Вот с трех попыток, даже с пяти попыток я наконец-то введу свой вебинар. Спасибо, мои хорошие, за лайки. Так вот, теперь по шкале от 0 до 10 определите, насколько вам неприятна эта ситуация. Если вы только что присоединились, мои хорошие, быстренько просмотрите немножко назад, чтобы понять о том, о чем я говорю. Или я сейчас быстренько повторюсь. Выберите одного человека или одну ситуацию, при мысли которой или которого вам становится очень плохо, неприятно, стыдно, злостно. И теперь от 0 до 10 определите, какая цифра, насколько вам неприятно, думая об этой ситуации. И, пожалуйста, напишите свои циферки здесь. Они могут быть 5, могут быть 8, могут быть 10. Долго не думайте, вот сразу какая цифра пришла, так и записывайте. Вам нужно будет потом, чтобы сравнить вот эти цифры. Прямо пишите здесь в комментариях, чтобы я видела, что у нас здесь идет участие, чтобы вы меня слышите, чтобы вы меня видите, и что у вас идет процесс. Потому что мне нужно как бы зрительно еще с вами соединиться. Потому что я тут сижу и разговариваю с глазком камеры. Вот. Ну, надеюсь, что вы все для себя определили, какая у вас цифра. Так. Сейчас я посмотрю, что здесь происходит. Может быть, я здесь это увижу. Циферки ваши. Сейчас посмотрим. Так. Пока не вижу. Не стесняйтесь, пожалуйста, не стесняйтесь. Не бойтесь показать, насколько у вас плохо в жизни, насколько вам... насколько вам тошнит от этого человека или от этой ситуации. Ну, хорошо. Не обязательно вам это все рассказывать. Очень многие, наверное, не хотят делиться со своими ощущениями. И ничего страшного в этом нет. Самое главное, запишите эту циферку где-то у себя, чтобы вы уже помнили, какое у вас было до состояния, какое было и после. Ну, теперь поехали. Поехали. Значит, кто-то выбыл ситуацию, кто-то выбыл человека. Хорошо. Начинаем проступивать по точке. Здесь. Я буду говорить вслух фразы, а вы говорите про себя. Эти же фразы. Некоторые фразы будут провокационные. Я буду провоцировать ваше подсознание. И если вы с этими фразами не соглашаетесь, не боритесь с ними, просто пускай будут. Я таким образом выковыриваю из вашего подсознания те глубины, те программы, которые, может быть, у вас там есть. Если у вас там их нет, то ничего страшного. С вами ничего не произойдет. Вы просто будете идти дальше своим чередом. Хорошо. Ну, приготовились. Еще раз подумайте об этом человеке, об этой ситуации, и мы поймем. Несмотря на то, что я такое долгое время носила или носил это неприятное ощущение к этому человеку, я себя глубоко и всецело принимаю. Несмотря на то, что всякий раз, когда я думаю об этом человеке или об этой ситуации, и мне становится очень неприятно, грустно или злостно, я себя глубоко и всецело принимаю. Несмотря на то, что всякий раз, когда я вспоминаю об этом человеке, и мне становится нехорошо, я себя глубоко и все целое принимаю. Стучим теперь по нашим точечкам другим. Всякий раз, когда я об этом человеке или об этой ситуации думаю, мне становится противным, мне становится злостным, мне становится нехорошо. И вспоминайте, какие у вас идут ощущения об этой ситуации. Другая точка, начало бровей, любая, правая или левая. Стучим. Всякий раз, когда я думаю об этом, мне становится нехорошо. Мне неприятна эта ситуация. Мне неприятен этот человек. Мне может быть стыдно за то, что так произошло. Мне стыдно за то, что так произошло. Мне не нравится эта ситуация. Этот человек неправильно со мной поступил. Мне до сих пор больно, мне до сих пор плохо. Я до сих пор себя плохо чувствую. Всякий раз, когда думаю об этой ситуации или об этом человеке. Эта ситуация, этот человек принесли мне неприятные ощущения. Они поступили со мной несправедливо. Или он или она поступили со мной несправедливо. Или в этой ситуации так сложилось, что получилось несправедливо по отношению ко мне. Мне неприятно. Мне даже, может быть, хочется плакать из-за того, что так получилось. Или из-за того, что этот человек так меня обидел. Я не заслуживаю такого отношения к тебе. Но не заслуживаю. Не заслуживаю. Не заслужила и тогда. Или не заслужила. Мне плохо всякий раз, когда я об этом думаю. Мне неприятно. Мне очень неприятно. Мне нехорошо. Нехорошо. Мне неприятно эта ситуация. Теперь опять сочим по краю ладошки. Несмотря на то, что эта ситуация, спасибо за лайки, мои хорошие. Несмотря на то, что эта ситуация или этот человек приносит мне столько неприятностей. И даже по телу распространяется вот это противное состояние. Где-то боли, где-то щемит, где-то просто затягивает. Кстати, просканируйте сейчас свое тело и посмотрите, в каком теле у вас отражается это неприятное ощущение. Хорошо? Посмотрите, это может быть желудок, это может быть солнечное сплетение, голова, глаза, затылок, что угодно, ноги. Просканируйте. Что связано у вас с этим человеком или с этой ситуацией. Хорошо, идем дальше. Несмотря на то, что, думая об этой ситуации или об этом человеке, у меня идет неприятное ощущение по телу. Я себя глубоко и всецело принимаю. Несмотря на то, что я так долго носила или носил эту тяжелую энергию в себе. С сегодняшнего дня я решаю это ощущение взять, вытащить из своего тела, прям представляете, как вы вытаскиваете из своего тела эту энергию, бросаете в огонь по правую сторону, сжигаете, очищаете чистую красивую энергию любви. Даже вдохнуть и выдохнуть хочется вот так. И вот эту чистую энергию любви вкладываете в то место, откуда вы вытащили из вашего тела. Вкладывайте, пускай тебе на этом месте будет приятное ощущение любви. Несмотря на то, что все мои долгие годы я носила или носила, это неприятное ощущение, с сегодняшнего дня я решила или решила все это поменять. Я отпустила, прочистила или прочистила, отпустила это ощущение и превратила или превратила это в любовь. Теперь во мне, в этом месте, в этой части тела теплится красивое, теплое ощущение любви. И я расширяю это ощущение, делаю его в два раза больше, чтобы все мои клеточки пропитались этим приятным ощущением любви. Прямо представляете, как вы из этого места расширяете это ощущение любви. И оно расплывается по всему телу, по всему телу. Я отпустила или отпустил это ощущение. У меня все хорошо. У меня все хорошо, по телу идет приятное ощущение. Я себя люблю. Вот, это вот основная техника. Но я ее немножко продлила, расширила для того, чтобы добиться гораздо большего эффекта. Вот, теперь идет уже моя авторская часть. Теперь представьте себя настоящей или настоящим напротив этого человека или представьте себя в этой ситуации. Поблагодарите этого человека или эту ситуацию. И теперь выскажите все по пятое число. Или по первое число. Все, что у вас на душе к этому человеку накопилось, прям вывалите сейчас. Если хотите сделать это вслух, если у вас там никто не слушает, а если даже слушает, вам все равно. Прям выговаривайте, выговаривайте всю, всю эту боль, всю эту злость, все это негодование, прям высказывайте. Я вам дам еще время, пока сама буду все это говорить. А вы в это же время выговаривайте все. Выговаривайте, не бойтесь. Если надо дать по морде, в своем воображении дать по морде. Надо вывалить все, что накопилось. Вот сейчас. А я подожду. Не бойтесь, что вы этого человека обидите или какую-то там может плохую карму нанесете на него. Не бойтесь ничего, это мы сейчас все это как следует проделаем и исправим все. Хорошо. Хорошо. Выговорили все. Если надо дать по морде, дали по морде. У некоторых злость такая, что вообще хочется трактором проехать по этому человеку. И это нормально. Самое главное сейчас вытащить все, что у вас на душе скопилось к этому человеку или к этой ситуации. Какую травму этот человек нанес. Прямо поверните, покажите, как бы в таком маленьком видео, покажите ему, как этот человек с вами поступил и как вам было больно. Прямо покажите, чтобы этот человек прочувствовал на себе, насколько вам было нехорошо. Хорошо. Чтобы он понял или она поняла, насколько было больно. Теперь представьте, что этот человек просит у вас прощения. Если это надо, просто даже представьте, что он встал на колени или она встала на колени и просит у вас прощения. Просит искренне прощения. Если у кого-то не получается, что человек просит, потом я тогда добавлю еще один кусок, тоже авторский. Увидьте этого человека, который просит прощения. Искренне. Хорошо. Дайте мне знать, пожалуйста, у всех попросили прощения в вашей ситуации или ваши люди, или нет. Если нет, то напишите минус. Тогда я дам еще продолжение, дополнительную как бы технику, чтобы довести дело до конца. Так. Пока смотрю ваши комментарии, а вы пока отвечайте. Хорошо. 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 Но я пока никого не вижу. Значит, у всех получилось, что человек простил. Это замечательно. Хорошо. Ага. Светлана прокомментировала. Что у нас, моя хорошая Светлана? Что вы сказали? К сожалению, прямо вот здесь я не вижу. Не говорят, что вы сказали. Так. В комментариях я пока здесь не вижу. Окей. Она, эта страница. Тогда я на своем телефоне посмотрю. Может быть так, я увижу. Окей. 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 Пока тут еще откроешь. Да, 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 Светлана. Я вот читаю ваше прошу прощения. У меня, видимо, заклинило. Вы могли бы позже выложить. Это все идет, автоматически записывается. Поэтому вы можете вернуться к этому видео. И потом просмотреть. Хорошо? Хорошо. Значит, у всех нормально. У всех человек простил. Ситуация простилась. Замечательно. Теперь в ваша очередь, моя хорошая, вам перед этим человеком встать и сказать, и ты меня, пожалуйста, прости. Может быть, каким-то образом я спровоцировала эту ситуацию, спровоцировала это поведение. Может быть, и я что-то сделала не так. Может быть, и я каким-то образом причинила тебе боль. Ты и меня, пожалуйста, прости. Прости меня за все. И посмотрите, как человек реагирует. Даже молча посидите и посмотрите, что человек вам скажет. Или что в ситуации происходит сейчас. Если вы работаете с ситуацией, посмотрите сейчас, как себя ведет человек или ситуация. По всей вероятности, наступило приятное ощущение любви. И хочется даже этого человека обнять. Если хочется обнять, обнимите этого человека. Скажите, я тебя прощаю. Я тебя прощаю. Никто не совершенен. Мы все делаем ошибки. И я несовершенна или несовершенен. Я тоже делаю ошибки. Людям свойственно делать ошибки. На ошибках мы, кстати, растем. И слава Богу, что у нас эти ошибки есть. Потому что у нас есть возможность расти. Поэтому я тебя прощаю. Ты меня прости. Обнимите крепко. Почувствуйте сердце к сердцу. Это состояние легкости, любви, доброты, принятия. Отойдите теперь на пару шагов от этого человека. Или в этой ситуации. И спросите этого человека, какое у него или у нее желание. Это опять тоже моя авторская. Потому что я поняла, если мы этот этап не проделаем, то все равно получается незавершенность. Так что спросите этого человека, какое у нее или у него самое сокровенное желание. И он вам тут же скажет, что он хочет. Хочет мира, счастья. Чтобы вы вернулись к нему или к ней. Такое зачастую бывает, если вы работаете со своими бывшими мужьями и женами. Они могут попросить вас вернуться. Если это просто человек, с которым вы не были в браке, то может человек хочет в машину или поехать на курорт куда-то, на vacation. Вот. Послушайте. И теперь представьте, что у вас есть волшебная палочка. Вы такая волшебница или такой волшебник. Вот. И по мгновению палочки, сбывайте это желание. Какое бы нелепое или какое бы там огромное желание не было, если даже человек хочет целый грузовик налички, пригоните в своем воображении этот грузовик налички. Вывалите у ног эту наличку. Или пошлите его на курорт. Или ее сделать. В общем, сбудьте желание этого человека. Хорошо. Посмотрите теперь на выражение лица этого человека. Какое выражение лица у этого человека? Наверное, счастливая, довольная. Если нет счастливого, довольного ощущения, дайте мне знать, тогда я вам скажу, что дальше делать. Если все счастливые, довольные, значит, мы идем дальше. Пока никого не вижу. Хорошо. Ага. Хорошо. Теперь. Дайте этому человеку волшебную палочку запасную. Вот у вас есть твоя палочка, а вы дайте этому человеку запасную палочку. И скажите, отныне у тебя есть все, что ты хочешь. Ты можешь себе получить то, что ты хочешь, как хочешь, зачем хочешь, сколько хочешь. Ты свободна или свободен в своем мире. Ты можешь теперь спокойно жить и радоваться своей жизни. Дайте вот эту свободу, дайте этому человеку все сполна. И теперь отпустить этого человека. С Богом, с миром, с любовью. С этим человеком работа закончена. И теперь возвращаемся в шкалу от нуля до десяти. И посмотрите, какая у вас там осталась цифра. Мне интересно. Прокомментируйте, пожалуйста, какая у вас сейчас, какая цифра осталась. Напишите, напечатайте прямо в чате, под этим видео, вернее, напишите. Какая цифра у вас теперь осталась. Цифрек нет. Такое ощущение, что мы выскребли, вычистили все. У всех, наверное, ноль, никакого ощущения к этому человеку или к этой ситуации уже нет. И очень хорошо. Очень хорошо. Теперь вы знаете, как себя освободить от неприятных, травматических ситуаций в прошлом. Теперь вы знаете, как себе помочь. Вот. Не у всех, может быть, получилось все как следует. И это нормально. Если кому хочется поработать еще дополнительно, я с удовольствием с вами поработаю. Пишите мне в личку, и мы назначим время и день. Мы с вами поработаем. Я разработала 12-ступенчатую систему, в которой мы абсолютно все досконально чистим с самого зачатия. И даже начиная с прошлых жизней, если зачатие уже показывает, что есть унаследованные какие-то проблемы. И мы чистим абсолютно все. Мы чистим зачатие, рождение, все ситуации в детстве. И даже те всплывают ситуации, которые вы даже и не помните. Потому что мы открываем ваше подсознание. И ваш внутренний ребенок ведет вас по всем этим закоулкам, где он застыл. И где его нужно разморозить от этого страха, от этого негодования. Мы размораживаем, мы меняем ситуацию, и он тут же растет. Он тут же... Вы видите его в другом возрасте. И мы спрашиваем, в каком возрасте, что произошло. В этом, в общем, мы чистим до тех пор, пока вы не подстанете перед собой в своем возрасте. На это, конечно, на эту тщательную, хорошую работу нужно по меньшей мере пять сеансов. Ничего страшного. В себя можно выинвестировать эти пять сеансов для того, чтобы полностью очистить себя от этих неприятных ситуаций. Так что желающие проработать и прочистить себя, я с удовольствием с вами поработаю. Я периодически открываю себя для клинической работы. В основном я преподаю уже свою систему, 12-ступенчатую систему, чистку кармы. Люди не любят это слово карма. Что такое карма? Это поведение. Что посеял, ты пожнешь. Вот и все. Не нужно бояться этого слова. Карма, она звучит немножко странно и страшно, может быть. Но прямой перевод этого слова – это поведение. И поведение, которое у вас было в прошлой жизни, оно просто перекидывается на эту жизнь, и вы, надеясь, что вы понимаете, что произошло, вы чистите, вы прорабатываете ситуацию и идете дальше. Если вы в этой жизни не проработали, то она перекидывается и на следующую жизнь, и она перекидывается уже в более усугубленном варианте, чтобы начало, когда до конца дошло. Вот у нас так получается. Если мы не видим знаков, мы не реагируем, мы не меняем, то нас ставят еще в 10 раз больше хуже ситуацию, для того, чтобы до нас наконец достучаться и сказать, вот здесь тебе нужно обратить внимание и, пожалуйста, исправь, для того, чтобы не тащить за собой эту огромную тяжелую гирю, которая останавливает тебя, затормаживает тебя в твоем собственном развитии, в своем собственном раскрытии, как человека Бога. Здравствуйте, Жанночка! Здравствуйте, мои хорошие! Надеюсь, было вам полезно послушать, попрактиковаться. Вот таким образом я буду с вами делиться другими техниками. Надеюсь... Спасибо, мои хорошие, за сердечки. Я вас тоже очень и очень люблю. Вы, мои хорошие, золотые. Вы такие активные, такие прогрессивные в обсуждениях, в участиях на моей странице. Просто очень приятно вас читать, очень приятно осознавать, что вокруг такие осознанные и такие участливые люди. Так что спасибо за то, что вы есть. Ну, дайте мне знать, мои хорошие. Спасибо, Жанночка! Люблю-люблю вас тоже очень сильно. Дайте мне знать, все ли у вас получилось вот с этой техникой. Вам все понятно? Все ли у вас получилось? Легко ли вам теперь стало на сердце? По моим ощущениям стало гораздо легче. Хочу сказать, что я импат, я даже с трансляции ощущаю состояние людей. Ощущение приятное идет здесь. Приятное. Хорошее ощущение. Хорошо, Жанночка, да, посмотрите с самого начала. У меня, к сожалению, получилось это в трех видео. Вначале я вышла, затем я не смогла поделиться экраном, потом поделилась с экраном, вышла, рассказала, как это работает. И в этом уже видео мы уже делали практическое занятие. Может быть, даже и лучше. Кому-то интересно послушать историю и как это все работает, а кому-то хочется сразу уже практиковать. Поэтому, может быть, так оно и правильно. Все, что мне делается, к лучшему. Я в это верю. Вот. Так что, ребятушки, если вам интересно, если у вас есть какие-то более сложные проблемы и вам нужен человек, которым могу профессионально в этом помочь, обращайтесь. С удовольствием помогу. Не забывайте пить воду. Она у нас волшебная. Когда вы пьете, можете сказать, я люблю тебя. Таким образом мы заряжаем. Я вас тоже очень люблю, Жанночка, моя хорошая. Всем, всем, всем. Лизочка, Алла, Наталья, Рита, Галина, Анастасия, Вильнара, Виктория, Алена, Анна, Элла, Вадим, Сергей, Анна, Инна, Денис, Ольга, Леонор, Наталья. Всем вам, моим хорошим, большое спасибо. Кого я еще не назвала? Жанночка, естественно, я вас назвала уже несколько раз. Татьяна Казанца у меня смотрит. Ну, моя хорошая. Хорошо, что ты смотришь меня, что вы смотрите. Я сейчас перехожу на ты, поэтому мне немножко само непривычно говорить, но учусь, учусь говорить на ты. Валентиночка, моя хорошая, я на этом заканчиваю. Если у вас есть какие-то проблемы, еще раз повторяюсь, если вам хочется проработать еще что-то, не стесняйтесь, обращайтесь. И если среди вас есть такие, которые хотели бы научиться этой системе попасть в мою Академию Ума над Материей, у нас запускается новый поток 16 апреля. Обращайтесь, и мы вместе начнем тогда курс обучения, где ваша жизнь с каждым классом, после каждого класса у вас будут огромные перемены. Если вы не готовы к переменам, этот класс, этот курс не для вас. Если вы готовы к major changes, огромным, значительным переменам в своей жизни в лучшую сторону и к осознанию своей многогранности и к осознанию самого или самой себя, и получению навыков ясновидения, я учу еще ясновидение, как правильно и как видеть, как слышать больше, чем видят и слышат другие. Все это нарабатывается, я расскажу, как научу, и мы все вместе с вами будем расти дальше, учиться дальше, раскрывать себя дальше на более высоких планах духовного развития, духовной карьеры. Да, ребята мои, у нас здесь карьера духовная, поэтому чем больше вы себя знаете, тем больше вы прорабатываете все негативное и раскрываете себя как создателя или как создательница, тем выше ваш ранг становится там, когда вы возвращаетесь уже в духовное поле, в духовную жизнь наверху. Ну, любимые мои, дорогие, я заканчиваю. Не хочется с вами расставаться, разговариваю бы, с вами сидела бы часами просто с вами делилась бы, рассказывала, но в следующий раз я выставлю на следующей неделе другой вебинар по другой технике или мы просто будем вопросы или ответы, вы можете написать на какую тему вы хотели бы поговорить в следующий раз и пишите свои вопросы, пишите свою реакцию, мне очень важно посмотреть, насколько у вас сложилось, как у вас получилась вот эта техника, с каким результатом, как вы пришли, какой у вас результат получился, пожалуйста, опишите, не стесняйтесь, либо в личку, либо сюда под этим видео, хорошо? Всех люблю, всех целую, намазде, до следующего эфира, пока. до следующего эфира, До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok,